Мне очень жаль, что с 2014 года то, что я пытаюсь донести до всех граждан нашей страны, что, а я с 2014 года, в отличие от других политиков, не кричал два года за таможенный союз, два года за евроинтеграцию, два года там за Унирю. А что кричал? А я говорил о том, что нам никуда не нужно ходить вообще. Моя цель привести в Молдову все лучшее, что сегодня есть в мире. И это единственный вариант для того, чтобы мы сегодня сформировались как государство, стали государством, которое существует. Да, Бог нам подарил суверенитет, ну, ребят, суверенитет, ну да, мы независимы. Но недавно у меня там были посиделки с бывшими сотрудниками СИБА, которые в разные годы работали, обсуждали идею молдавского МОСАДА, так называемого. И я ему говорю, ты скажите честно, вот за все годы, вот ты был начальником, такой период, ты в такой, там, кто-то из вас был простым опером. Скажите, вот все власти, которые были, вот хоть раз Молдова была независимой или постоянно руководилась из-за ее пределов? Был хотя бы год промежуток, когда... Говорит, ты знаешь, были кое-какие проблески во время Воронина, когда он там фыркал, там, пытался там как-то жестко... Скажем, ну, я про референдум, про меморандум Козака, там, да? Но 30 лет реально нами руководили извне. Почему? Всегда руководят извне слабыми. Поэтому, если страна сильная, если в стране есть экономика, если в стране есть промышленность, если в стране есть люди, готовые отстаивать эти ценности, поверьте мне, руководить невозможно. Почему всегда управляют бедными массами? Потому что кому-то консервы, кому-то тушенку, кому-то раздали по 300 ле, по 2 куба дроби, и как бы люди все... В свое время мы с Игорем Полнецким обсуждали эту тему, он сказал, что мы сами это сделали, мы сами довели до такого состояния. По крайней мере, я знаю, что сегодня... Добровольно. Мы должны перенимать передовой опыт управления в те государства, где были успехи, и неважно, в какой стране земного шара они находятся. Также неважно, где наши соотечественники сегодня, поверьте, существуют, ну, не существуют, имеется в виду, живут, работают почти во всех странах мира. Например, мы же, если начнем перебирать наших сограждан и смотреть, кто находится в США, кто в Украине, кто в России, кто в Канаде, Германии... Скажите, пожалуйста, для нас важно сегодня, что если, например, есть суперопортный хирург или инженер, который там 20 лет один строил тоннели, там, скоростные магистрали, третий строил железную дорогу в разных странах мира, для нас важно, этот человек вернется в Молдову из России, Украины, США или Европы. Нет, потому что нам нужны сегодня специалисты, у нас такие сегодня люди есть. И чтобы вы знали, помимо людей, которые имеют огромный опыт и знания, есть уже довольно-таки большой в мире наших соотечественников, у которых есть свои приличные капиталы. Поверьте, очень приличные даже у некоторых. Ну, пока такая геополитическая ситуация, как вы видите, сложная. Но вопрос мой, собственно, был в том, насколько ожидаемо или нет. Вы уже ответили, что ожидаемо. И еще два вопроса. Первый. Я, чтобы закончить, потому что референдум это важно, его все равно, если когда-то наступит момент, и все государства, члены Европейского Союза, проголосуют сначала в своих, в парламенте в своих странах, потом проголосуют коллективно в Европарламенте. Вот тогда мы должны проводить референдум. Это нормальная практика для всего мира. А я вам скажу, что нам для этого нужно стремиться. Что у нас изменится с тем, что в Конституции будет внесен? Сейчас ничего не изменится. Это референдум то же самое, если бы я завтра провел референдум. Вы хотите, чтобы у нас зарплата была минимальная 10 тысяч евро? То есть так же их референдум. Вы хотите жить хорошо, как в Европе? Ну, как-то так. Поэтому для нас два нема санква. Я еще раз говорю, мы должны внедрить все, что мы можем. И не надо стесняться копировать это или перенимать опыт тех стран, где тот или иной проект добился успеха раз. И потом мы уже будем решать, пойдем мы куда-то на том самом референдуме или будем жить, как живет Норвегия, Швейцария. Ничего так живут, кстати.